Записалась на курсы, интерес, желание, все было, прошло время, и все это пропало, и так не в первый раз появляется интерес, зажигаюсь, потом утихаю. Причина лень? Я не знаю, возможно, причина самообман, возможно, причина того, что вы куда-то записываетесь не потому, что вы туда хотите, а потому, что это модно. Возможно, да, банальная лень, но, скорее всего, вас что-то не увлекает, либо у вас есть какая-то внутренняя программа, не доводить до конца, например, начатое, не веря в себя в принципе, как таковое, у меня все равно не получится, зачем я это делаю. То есть тут нужно покопаться вот в таких штуках, и самое главное для себя, ну, вы уже знаете за собой такое качество, значит, нужно себя научить, да, доводить что-то до конца. Да, вы скажете в следующий раз, вот это, я сейчас выберу, что мне наиболее интересно, я точно дойду до конца. Вам будет не так интересен сам курс, какая-то программа, что вы проходите, как сам факт дойти до конца. Мы должны себя к чему-то приучать для того, чтобы изменяться, мы должны понимать, что я точно должен это делать. Например, я люблю ходить на тренировки, да, но я просыпаю. То есть проблема не в тренировках, я не хожу на тренировки не потому, что я не хочу на них, а потому, что я не пунктуальна, я просыпаю просто, я не попадаю на них. Значит, мне нужно решить вопрос, чтобы я просыпался, вот я на это должен полностью направить вектор своего внимания, сфокусироваться на этом. Вот это должно быть для меня главным. Вот я, например, сегодня проснулась в 5 утра, потому что у меня сегодня у ребенка соревнования, и в 6 утра мы должны были выехать с ней во дворец спорта, сдать ее на макияж, потом на разминку, и потом у нее соревнования. В 9 утра она была вот на ковре, выступала. В 5 утра факт мне встать, вы что думаете, я балдею от этого? История не про то, чтобы встать. Я должна встать, привести себя в порядок, включить бошку свою, чтобы ничего не забыть, привести ее, и потом целый день продолжать жить, так как я живу обычно. А у меня есть своя программа, у меня есть свои какие-то дела, вроде бы красоты, у меня есть свои дела в виде того, что, например, у меня есть логистика, например, завтра день рождения у моих детей, а это ивент, а мне надо его весь прочекинить и все подготовить. У меня есть прямой эфир, заметьте, я не сказала вам, ребята, извините, я встала уже 12 часов назад, я не смогу вести эфир. Нет, я знаю, что это часть моей работы. У меня есть чаты, марафоны, где я даю задания, где я общаюсь, даю обратную связь. Я ответственна за это, я не ребенок, я взрослый, я ответственна за то, что я делаю, и я это делаю. Я сижу, у меня есть блокнотик, у меня есть программы, я знаю, что я должна это сделать, и сейчас я не собираюсь спать и отдыхать, у меня еще есть куча пунктов. Я обучаюсь сама. Когда я прохожу обучение, вот сейчас я прохожу, например, месячное обучение, месячный тренинг, и я прохожу одно занятие раз в два дня, так часто бывает. Я полностью сижу, работаю, пишу все, показываю вам, записываю все в блокнотике, изучаю это, потому что у меня есть ответственность, моя ответственность. Я расту, у меня есть цели, у меня есть задачи, я не позволяю себе на них забить, даже если есть какие-то сверхзадачи, вроде как встать в 5 утра когда-то. По идее, как у нас, в 5 утра встал, но я пораньше лягу, у меня нету такого, я сейчас не могу себе этого позволить, потому что я взрослый человек. Я же не ребенок, который начинает капризничать и говорить, вот включайте в себе взрослого человека. Все всегда ждут, дайте суперрешение, суперрешение мать вашу одно, будьте взрослыми. Помните, вы не дети, вам никто жопу подтирать не должен. Если вы ждете, что вам подтирают жопу, тогда вы банальный наемный сотрудник, дешевый, который никогда не будет зарабатывать много, который никогда ничего не добьется и будет сидеть и вечно ныть. Что мне сделать, как мне исправить, я не могу себя заставить. Не можете себя заставить на кассу, в супермаркет и хуярьте себе вот это вот. Пип, пип, пип. Вот, вот ваша дорога. Не пытайтесь, вы понимаете, вы пытаетесь себе какие-то, типа, я не хочу ходить на тренировки, но я хочу быть олимпийской звездой. Посоветуйте мне, что делать. Ни хуя не делать. Купите себе за 1000 гривен куба. Насобирайте денег, купите и напишите себе. Я олимпийская звезда. Это все, это ваш максимум. У людей есть вот эта история. Это как у ребенка сидит, да? Мама, я хочу сделать там что-то. Ты так сделай. Он, нет, я так сделать не хочу. Но я хочу, чтобы так было. Ты ему опять, ну так сделай. Я так делать не хочу. По морде, блин. Я когда наблюдаю за мамашами, которых дети такое исполняют, мои дети никогда такого не исполняют. Не потому, что у меня какие-то супер дети, потому что они адекваты, потому что они знают, чувствуют. Мама себя так никогда не ведет. И они прекрасно понимают эту грань. Дети не понимают грани тогда, когда родители позволяют вот этой хуйней заниматься. И потом вот это вот дитё вырастает в 30, 40, 50 лет и продолжает жить такой же жизнью. Вот и все. Поэтому будьте взрослыми людьми. Берите ответственность и не сидите и не придумывайте суперспособ. Я ничего не хочу, я ничего не знаю. Нет слов.